Доброе время суток. С вами Михаил Шилов, автор проектов 3WBudushil.ru и 3WBudublog.ru В этом видеоподкасте хочу рассказать вам о том, какими принципами нужно руководствоваться при выборе макевара. Дело в том, что сейчас появился тренд на макевары и он постоянно растет. Бойцы всех направлений, всех боевых искусств уже поняли или начинают понимать, что макевара это незаменимый снаряд в подготовке файтера. Ударник, прежде всего, конечно. Он просто позволяет иметь действительно крепкое оружие в виде рук и ног, а также ставить мощнейший удар. Многие параметры макевара просто неповторимы в различных других снарядах. В связи с этим сейчас на рынке все больше появляется самых разных макевар. Их, наверное, появится больше. Это очень хорошо. То, что этот тренд порождает массовость выпуска продукции подобной. Но важно понимать, что не вся она хороша. Дело в том, что абсолютное большинство разработчиков современных макевар не являются экспертами ни в области работы на макеваре, ни в области проектирования подобных вещей. Ими чаще движется, что желание выгодно, разумеется. Но это нормально. Это коммерческая тема. Но не должно быть такого, что коммерческая составляющая, чтобы она была основной при проектировании макевара. Также они пытаются делать что-то красивое, чтобы завлечь потребителя. Но функциональность очень часто заставляют желать лучше. Поэтому я хочу рассказать вам о том, какой должна быть правильный макевар, чтобы прием магазин или заказывали ее через интернет. Или каким-то образом могли оценить соответствия для напараметра, тем, которые нужны. Или это просто красивая какая-то штучка, которая абсолютно либо беспонтова, либо не несет в себя основных составляющих, необходимых именно макеваре. Начнем с того, что за конструкция. Ну, я имею ввиду, конечно, только пружинищие макевары сейчас. Потому что под макеварами сейчас, что только не называют, подушки всякие, которые падают и что только не называются макеварами. Под макеварами я подразумеваю именно пружинищими. То есть, ну, такой снаряд для постановки и набивки именно этих двух составляющих, а не какой-нибудь одной там, ну, либо только набивки, либо только постановки, ну, да, вот, обладающих у женщины свойствами. Вот. Вот продемонстрирую я эти качества на макеваре Камертон-Шилова, из макевара моей конструкции. Потому что в ней все эти характеристики, про которые я сейчас рассказывать буду, учтены. Почему? Потому что разрабатывал я ее от прототипа до конечной обиды, которую вы сейчас видите, 10 лет. Вот. Сама она уже существует почти 16 лет. Испытана годами практики. Серьезнейшие рисмоработы, стендовых испытаний, анатомных испытаний. Вот. Масса адептов с боевых искусств, они улучшили свои параметры, своего, там, удара, своих рук и ног. Причем адепты самых разных боевых искусств. От карате, бокса и заканчивая шут, текундо. Даже, даже хоккеисты занимаются, они, значит, отрабатываются от толчки крючок на макеваре. Ну, это отдельный там успех. Так вот, первое, значит, это баёк у макевара. Баёк у макевары должен быть довольно-таки широким. Для чего это нужно? Значит, объясняю. Если, есть макевары, у которых заужен баёк, там, сантиметров 10, бывает, даже меньше. Ну, там, 10-11 сантиметров. У этой макевары, такой заложенной макевары, один только плюс, который, как бы, сосчитается плюсом, а на самом деле неизвестно, плюс ли это или минус. То есть, это то, что при отработке на ней ударной техники нужно бить очень точно, особенно при тычковой технике. Такой, как сайки, чёртовский прямой удар кулакон вперёд, да? То есть, при ударах кулакон тычковых надо бить очень точно. Почему? Значит, промахнётесь, соответственно, сайки кулак или другую там ударную поверхность. Это всё понятно. Почему это не есть гуд с точки зрения более широкого понимания этой темы? Ну, потому что начинают заниматься люди с разным уровнем самоподготовки. Это первое. И, конечно, для новичка шелокий баёк, он позволяет более безопасно работать на макеваре. Он не будет бояться пить по ней, да? Что промахнётся там и будут проблемы какие-то. Но это СНДО десятый, потому что навык бить точно приходит очень быстро. То есть, при желании на байке шелоком просто можно рисовать кружочек, как это на лапах делается, и бить просто у него. То есть, элементарно это точно срабатывать можно точно так же. Вот. Так что это вообще не вопрос и не предмет. Сф-широкий баёк в этом плане имеет преимущество. Значит, второе. Как качество? Почему сф-широкий баёк должен быть? Если баёк узкий или круглый, например, как там очень положительное дерево, да? То что получается? При нанесении холюстовых ударов, как правило, или круговых ударов, то есть, что происходит? Ну, особенно холюстовых, либо при плече, либо боли. То есть, если мы на узком макеваре или на круге, встаём под углом под каким-то и наносим удар, даже если он под углом приходится не очень правильным, больно конечности. Не то, что больно, а нет обратной связи в виде таксильных ощущений, что мы правильно пришли, не решили. Почему? Потому что надограниченная точка контакта, и под каким углом мы на неё бы не попали, мы всё равно будем, мы не будем чувствовать электроприложение силы. Что он именно, что верхний удар перпендикулярен соответственно правильности мишени. Поэтому, если мы ударили немножко сбоку и, скажем так, не попали по краю, а не перпендикулярно мишени, то мы разницы не почувствуем. И тем мы её почувствуем меньше, чем хуже будет макевара. Если же макевара широкая на бойке, то только ощущая, что на протяжении, на всём есть контакт, мы понимаем, что мы пришли под углом под правильным. Поэтому, если встали под углом макевара, носим удар под таким ли углом или под таким углом, мы только тогда понимаем, что мы правильно попали. Если есть именно полноценное чувство контакта на протяжении. Вот. Это позволяет очень точно ставить удар таким образом, чтобы вектор силы приёма был чётко перпендикулярный самый высший. Это очень важный момент. Третья составляющая. Почему боёк должен быть достаточно широкий. Это тоже очень, как бы, сантимоважно. Позволяет широкий боёк хорошо распределять нагрузку. То есть, сами понимаете, чем больше зона контакта, тем, соответственно, как у трактора это гусеница, которая на снегу не проваливается, тем, соответственно, более равномерно и качественно распределяется нагрузка. И это позволяет уже с довольно ранних этапов подготовки бить в макевару достаточно сильно. То есть, набивать, и спальнобивки бить сильно, и сразу постановкой техники заниматься без протекторов и без силы. То есть, используя топливного варка, которая уже здесь есть. То есть, бить по дереву, но вот сильно. Потому что нагрузка распределяется в нашел эти боёк. Далее. Вот такой боёк по ширине. Соответственно, я когда ставлю руку, то у меня боёк перекрывает, ну, что предплечье, что я, голень, как я делаю сюда. У меня боёк перекрывает больше 20 сантиметров. Больше 20 сантиметров. То есть, получается, что я прорабатываю сразу две трети предплечья. Или треть голени. Если бы макевара была узкая, или это круглое бы дерево было, то мне пришлось бы каждую часть голени добивать немыслимое количество раз. А так я за один проход сразу прорабатываю почти всю голень и почти все предплечье. Соответственно, мне нужно бить меньшее количество приёмов. Для качественной проработки ударных поверхностей. Учитывая тот фактор, что сотренированные бойцы бьют по 1000 ударов, у меня тренировка сам занимает больше полутора часов. И, значит, я гораздо больше тысячи приёмов билдя, по полторы-по две тысячи ударов. Если я каждую часть предплечья буду бить, там, по сто приёмов, это будет очень добро. Так мне приходится бить не сто, это каждую часть. То есть получилось бы у меня вот этой частью сто, и этой, и этой, и этой сто. То есть сколько прибывает макевард, чтобы проработать качественно предплечье. Вот. Это было бы с полтысячи приёмов. Так недостаточно ударить, буквально полторы-сотни раз, может быть, две, чтобы качественно проработать все предплечье. Или всю голень. В этом плане, значит, огромные преимущества сферокого бойка. Вот основные. Есть ещё много моментов. На самом деле, я все раскрывать там и не буду, потому что я не хочу, чтобы всякие нехорошие, так сказать, дельцы от муевых искусств, то есть которые занимаются проектированием, то есть макевард и выбросом, на рынок, как раз, из своих самоделок, на самом деле подделок-самоделок, вот, значит, учили все эти факторы и что-то сделали там, ну, чисто визуально, напоминающее. На том, про что говорю я, то есть учили эти вещи. Поэтому я скажу только важнейшие моменты, которые позволят вам, на самом деле, просто понять, что же вам, что же нужно, чтобы правильно работать на макевар. Дальше. Кстати, эти вещи вы можете, скажем, только учесть при проектировании макевар собственных конструкций, если вы себе что-то будете делать, там, в дворе своего дома, это нормально, вполне можно. Вот. Дальше. Сандеринный боёк. Почему? Он, если желательно, должен быть сандеринным, от уровня, как бы, головы и до пола, чтобы прорабатывать, и не переизкреплять макевар всё, от самого низа и до самого вверх. Вот. Любые приёмы под любым углом. То есть, абсолютно. Это очень важно. Как руками, так и ногами. Дальше. Самая важная составляющая. Это удачное сочетание упругости и жёсткости макевара. Это главное, самое чудо, пить, это чрезвычайно тяжело. Много конструкций макевар существует, пусть упругих, но качество в них эти, не самое лучшее. Дело вот в чём. Что сила дожатия с бойка до мотодбойника, она может быть в разных макеварах, идентична, 200 килограмм, например, при настройке, берём, предположим. Но, если на какой-то макеваре эта сила начинается от самого начала, начинаете давить, она уже не сжимается. Только приложив 100 килограмм, она начинает отклоняться до чу-чу, всё такое прочее. И только под конец 200 до сих пор. она очень сильно нарастает с самого начала. Это плохо. Макевара должна наращивать самонагрузку, сопротивление очень плавно. И на начале она, то есть, воняться, боея должен, на 5-6 сантиметров, видите, как выкачались. Очень легко одним пальчиком упалить. И только потом, чем она заглубляется дальше, тем увеличивается нагрузка, и под самый конец она пикает. Это позволяет правильной и безопасной прорабатывать удары в режиме постановки. Потому что, если она, ну, макевар наращивать с нагрузки с сопротивления до самого начала, то при быстрых ударах возникает эффект удара в стену. И тогда, даже если она будет настроена на 100 килограмм, вы просто руку разобьете и так и не добьете до конца. То есть, вы не проработаете правильный динамический стереотип наращивания силы по мере продвижения в глубину мишени. Это стратегически важно. Чтобы этого добиться, ушли годы, 10 лет практически, чтобы разработать именно и те парламетры, и характеристики, которые есть у макевара Камертона, например. Вот. Вот у этой. Это очень сложно добиться. Поэтому, если макевару выбирать будете, сразу попробуйте. Если она очень жесткая с самого начала, она не годится. Ни в коем разе. Должна обязательно очень хорошо пружинать. И только под самый конец сильно наращивать со всем сопротивлением. Это принципиально. Дальше. Накладка. Вот эта вот накладка на макеваре. Если накладка толстая какая-нибудь там такая и всякое прочее, то это уже не макевара, это настенка и подушка. Т.е. от макевары там уже не остается ничего. Макевара должна быть жесткой, но накладка должна быть. У нее несколько задач, которые важны понимать. Первая задача, это, если приложить руку, его так подвигать до стороны кулака, он не должен, проскальзывать куда-то не должен. Ударная поверхность не должна проскальзывать. Это не дает ни один ни винил, ни кожи, ничего. Там проскальзывание обязательно все равно будет, если представить руку так. И при быстрых ударах, при большом количестве ударов, когда выносите удары тысячами, вот эти микропроскальзывания, которые происходят, как утомляемость в процессе тренировки, они к тому приводят, что возникают микротравмы. И в итоге, конечно, кожа трескается, не пятое-десятое, то есть возникают проблемы. Не должна проскальзывать рука. То есть должен быть очень плотный контакт. Это первое. Второе. Не должна быть она толстой. Ни в коем разе. Она должна быть ровно такой с оттолщины, чтобы проминать под ударом в тот момент, когда она промнется полностью, и кулак дойдет до отбойника, до бойка, до древесины бойка. Все пространства вот этих между костяшками находятся. И если вы другую пандар наносите, тоже есть какие-то впадины, материал с накладки должен их заполнить. Это позволяет равномерно распределять нагрузку, а также прорабатывать те участки, которые непосредственно с бойком, если бы он был просто деревянный, не контактируют. Это закрепляет кулак. Более подробно об этом в курсах моих. Все эти дела есть, я сейчас рассказывать это не буду здесь. Поэтому толщина накладки должна быть именно такая, и не больше. При этом накладка должна довольно легко перминаться до самого материала байка. Иначе смысла в макеваре уже нет. Вы будете лупить просто по подушке и не о какой-то набивке ударных поверхностей речи не может идти и вообще. Можно возможно будет составить удар, но если будет сохранена упругость про которую я говорил в предыдущем пункте. и только. Вот таким вот образом. Это очень важный момент, что да, и что получается? Путем долгого опыта, долгого подбора был один один только материал, который подходит для этого. Секретов здесь нет, это микропор, я поделюсь, чтобы вы не мучились, если конструировать вы демокелары собственные, никакая ни резина, ни кожа, ничего тут не подходит. Подходит только этот материал за 10 лет стало понятно, потому что перед ромбом было все. От обмоток различными веревками, полигуретановыми, вещами там разными, пенами, кожанами, винилами, ничего не подходит. Подходит только оптимально. Ну и еще. А еще макевара это не какая-нибудь игрушка, которая там должна иметь суперский внешний вид, такая вся лакированная быть, чтобы прямо было жалко по ней бить. Макевара должна быть антивандальная. Вот сейчас прошел страшный ливень, град был и все такое прочее. Вот эта макевара сейчас совершенно сырая. Она стоит на улице уже 7 лет почти. Я работаю по ней руками, ногами, в обуви, зимой, летом. Не снимаю ее вообще. Вот такая должна быть макевара. Она сырая, черная высохнет, опять светлая. Точно так же висит макевара прототип МБШ. Вот она. Я в нее работаю тоже и руками и ногами. Главное в такой макевар это функциональность. Она должна быть абсолютно функциональной. Ее не надо жалеть. Она выдержит все. Рассчитана на долгие годы эксплуатации. Самой сильной и самой жесткой. Чтобы вы ее били, еще раз говорю, и руками, и ногами, и в обуви, и как угодно. И она не должна пострадать. Ее не должно быть жалко. Вот тогда это действительно та вещь, которая поможет вам с вами работать, а не такая, которая будет висеть на стене, как какой-то родовой герб. Такая вся красивая, лакированная и совершенно бестолковая. Ну, а если все-таки хочется прямо сил нет, чтобы макевара была такая вся беленькая, чистенькая, вот как вот сейчас вот она как раз абсолютно новая, ну, повесьте в зале ее или покройте пенотексом. Продолжение следует...